всем здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал цветовод сегодня хочу вам показать необычное цветение у каудексной лианы стефании вот такие маленькие желтенькие цветочки у этого растения несуразненькое такое неказистое цветение уже появляются малюсенькие листочки точный сорт своей степане я не знаю видела в интернете stefania erecta но у нее круглые листья а у моей вот такие каплевидные ну с возрастом они подрастут я вам обязательно покажу как выглядят листья у взрослого растения ну в старых видео на моей страничке вы тоже можете полистать увидеть это растение с вот таким каудексом я его нежно называю картофелиной потому что она похожа на картошку и она зимой вообще у этого растения должен быть период покоя то есть оно должно полностью засыпать отсушивать все лианы я ставлю его в шкафчик и она там зимует себе прямо в субстрате ничего не делая не поливая никакого ухода за ним не предпринимая но моя стефания поспала всего полтора месяца в шкафу и потом я случайно залазила в шкаф за препаратами для растений и увидела что у нее уже проснулись росточки поэтому я ее выняла пересадила в свежий субстратик как видите у меня субстрат богатый такой агро перли там он рыхлый достаточно тут торт классман смешанные с универсальным субстратом и агро перлит вот такую рыхлую смесь и и высадила и начала поливать в полив я тоже ей добавляла немножко разных вкусняшек то удобрение peters 100 hb 101 в последний полив даже поливала с препаратом ради фарм это биостимулятор корневой системы ну и она замечательно растет вот всегда она просыпается сразу зацветает а только после цветения у нее начинают появляться первые маленькие листики вот такое это растение ну и перейдем к другим моим цветочкам хочу вам показать мой гибискус купера после обрезки помните мы с вами на видео тоже есть на моем канале укорачивали его потому что он очень сильно вытянулся и был просто громадной палкой сейчас как вы видите он уже оброс боковыми побегами стал таким пышным нижние листочки вообще невероятно красивые расписные у него но с возрастом я знаю что у этого растения будет все ярче и ярче вариегатность на листочках ну пока вот так немножко хорошо он загорает на солнышке получает вот такую темно-коричневую кое-где розовую даже кайму цветет огромными красными цветами тоже часто показываю своих видео как цветет гибискус купера цветочек держит недолго буквально два дня держится цветочек но он всегда формирует очень много бутонов поэтому цветение длится очень долго вот такой вид сейчас имеет мой филадендрон розовая принцесса вот этот самый вариегатный листик наполовину залит розовым и по стволику идет вот такая вариегатность в виде полоски ну есть конечно менее вариегатные листочки но все равно даже по чуть-чуть вариегатность присутствует и вот молодой лист я тоже вижу что он уже будет с вариегатности вот пока более светлое пятно а со временем она станет розовеньким вот прям несколько оттенков розового цвета обычно вот в пятнышках присутствует сейчас попробую на солнышко телом ближе показать вот очень яркие у него листики молодые когда распускаются они такие оранжево-коричневые кирпичного цвета вообще неприхотливое растение тоже растет вот такой лианой поливаю также удобряю понемножку но уже вижу что оплели корешочки ком земли корешочки тоже как видите красного цвета такого же вот как и стволик и уже смело можно пересаживать больший объемчик много воздушных корешков идут по стволику поэтому часто филадендроны их крепят на опору внутри сам хом чтобы вот эти воздушные корешочки прорастали во внутрь мха и также дополнительно питали растения но я думаю пока просто в виде палочки ему приделу какую-то опору потому что он уже если не поддерживать то он очень шатается за счет большой массы кроны и маленького горшочка поэтому надо надо ему какую-то опору обязательно что-нибудь будем придумывать тоже недавно из теплички рассадила я фикусят это фикус сорт от виллайт и уже дает молодые вариегатные листочки у него вариегатность прям выбито на листе он такой шероховатый рифленый объемный листик очень красивый сорт этого фикуса еще есть с подобными листьями фикус но сорта starlight но у starlight а должен быть светлый стволик а тут стволик ну такого обычного коричневого цвета как дерево вот такой фикусенок сейчас покажу вам еще один фикус вот тоже из недавно отсаженных из теплички фикус сорта golden моник ну golden я понимаю потому что у него такая светло-салатовая листва и она рюшевая кое-где такие пятнышки вариегатности присутствуют вот на более старом листочки очень видно кстати фикус видите вот такие белые пятнышки идут по кайме листа это он так выделяет лишнюю влагу я так понимаю свой сок вот после полива часто такая ситуация возникает возможно это проявление агутации то есть выделение лишней влаги через гидротоды а возможно просто ну вот такая реакция растения на полив и вот часто видите вот соку фикуса белый и вот эти вот белые пятнышки на листики выступают это никакое не заболевание а вот такая особенность этого фикуса моя хаечка australis лиза много ее черенковала и тем не менее все равно вот такой хорошенький пышный кустик планирую в дальнейшем ее пустить на круглую опору которую я вам показывала в последнем видео которую приобрела вот именно для хаечек для стефаники ну давайте еще раз вам покажу эти опоры мне кажется смотреться будет очень красиво если пустить растение на вот такую круглую опору опора вставляется в горшочек и потом оплетаем растения по ней думаю будет привлекательно и сейчас покажу вам еще одну опору которая внутри с решеточкой ну кто смотрел мое предыдущее видео те в курсе что я приобрела вот такие опоры но эту опору планируют для хаечки хеушке лианы сейчас я вам покажу как выглядит койка хеушке лиана вот такая красавица australis лиза молодые листочки у нее такого лососевого цвета нежно розовые когда только-только распускаются они прямо красные яркие ну а со временем вот такая варигатность проявляется кстати тоже уже можно пересаживать стаканчик покрупнее уже оплела весь стакан тут корневая система мощная у этого растения так как хаечка хеушке лиана видите у нее тут четыре гроздочки мне кажется что именно по вот такой решетчатой опоре и и будет классно пустить вот каждую гроздочку пустить по каждому ответвлению на данное поле и будет все думаю очень симпатично смотреться такой пышненький кустик вот дает еще молодые приросты тоже уже черенковала но мне хотелось чтобы она была попышнее запышнилась поэтому я ее резала и она вот дает молодые побеги молодые листики тоже они розоватого цвета мелколист на это хоечка вот такая аккуратненькая следующая хоечка это хойка обоватого регата сплэш она имеет более плотный листочек кстати вот после черенкования долго не дает молодой прирост вот я везде заглядываю у нее даже видите воздушные корешки уже есть на стволике можно смело черенковать хорошо укорениться но молодого прироста пока не дает и вот она немножко поджелтила нижние листья мне кажется ей уже тоже в этом объеме стаканчика не хватает питания ее надо перевалить стаканчик покрупнее и добавить конечно же свежего питательного грунта для хойя грунт составляю в принципе как и для всех растений немножко универсального субстрата немного торфа классмана и агроперлита и в такую смесь высаживаю ну тут это по моему еще продавцом у которого я покупала черенок вот во что было посажено то и посадила а нет она приходила ко мне вообще полностью в агроперлите с серамисом и я добавила немного грунта потому что мне кажется ну в таком субстрате как бы песчаном ей нечем будет питаться в грунте все-таки есть какие-то питательные вещества поэтому высадила тоже уже требует пересадочки листики с варигат на стю в центре но сплэша маловато хотя сорта бывато варигата сплэш ну тут не сильный сплэш у этой вот у этого череночка вот такая малышечка у меня растет это хавортия купера у нее такие прозрачные кончики летом загорает до коричневого цвета зимой ну больше зеленеет пышная уже набитая детками тут прям весь вазончик я вынимала его вместе с грунтом там уже все плетено корешками ну пока зима решила не пересаживать думаю дождемся уже весны и тогда займемся пересадками этого экземпляр чека очень интересный суккулент ну как и все суккуленты требователен к освещению как и все суккуленты требователен к освещению то есть на максимально солнечный подоконник его необходимо ставить тогда он не будет тянуться зимой будет очень компактным ну и полив должен быть очень и очень умеренный прям вообще иногда про него лучше забыть и полить чем перелить иначе будет тянуться вытягиваться и не будет таким миниатюрным компактным цветет друзья у меня гипоцирта или нематантус новое ботаническое название вот такие оранжевые как будто пластмассовые цветочки очень глянцевые глянцевые листики у этого растения как видите в междоузлиях много много бутончиков но тут кое-где уже цветает кое-где еще только формируются цветочки сейчас поверну постараюсь показать вот еще цветочек ну вот тут виднее всего на самом солнышке яркое красивое растение это вот такое ампельное растение у него не спадают плети и вот такое необычное цветение это уже полный распуск цветочка дальше он никак не раскрывается народе называют золотая рыбка и сразу покажу вам сюда рядышком поставила мое последнее получение это колотея flame star но адаптация тяжеловато проходит у нее вот подсушивает кое-где листочки поливала ее уже дважды один раз поливала чистой водичкой а в следующий полив я добавила удобрение peters потому что не вижу молодого прироста и решила ее вот кстати молодой росток но он почему-то подсохший на кончике решила ее подкормить чтобы простимулировать все таки ее рост добавить и вкусняшек я не знаю как долго это растение стояла в магазине пока она ко мне поехала поэтому решила его подкормить в магазине какой там уход но никакой за растением особо поэтому подкармливаем вот такая огромная шикарная у меня колоты это прям такая лошадка она прямо прям действительно огромная горшок очень крупного диаметра но вот моя ручка ну наверное сантиметров 20 может 21 обычно такие размеры горшков и крона очень большая у этой колотейки кто помнит у меня трагедия произошла с колотеей шафранной или крокатой она отсушила все листья я ее пересадила в свежий субстрат там очень мощная корневая система оказалась и вот она дала новый росточек надеюсь вырастет из него большое крупное растение цветет она потрясающе это колотея крупненькими оранжевыми цветочками ну и сам лист у нее он как бархатистый такой на ощупь очень приятный переливается на солнышке и мне очень нравятся листики этой колотеи также из последних моих получений это колотейка fusion white ну fusion white это я уже знаю это самый капризный сорт из всех колотей которые у меня были поэтому для нее где-то подсушивание каких-то листочков это абсолютная норма кстати изнанка листиков у нее вот такая сиреневая не такая как у всех колотей у многих прям такая бордово-баклажанная у нее нежная светленькая ну и листики как перышки очень красивая колотея люблю этот сорт в принципе он тоже быстро растущий но конечно самый капризный если вы только начинаете свое хобби с колотеями то конечно с такого капризного сорта я вам не советую начинать ну намучаетесь пока ее будете адаптировать к своим условиям еще любит ее клещ намучаетесь травить я вот все колотеи которые новые в мои в мою коллекцию приходят я их сразу теперь протравливаю чтобы ничего не занести и в любом случае ставить нужно на карантинное место отдельно от других растений также успешно восстанавливается моя колотейка crimson после того как я ее залила тоже и сразу пересадила в свежий субстратик после того как залила тут практически во что и садила торф по моему и все но немного старого субстрата он там с грунтом был и добавила я по моему только торф и больше ничего не добавляла ну вот растет новый молодой росточек у этой колотейки новых два листочка она выдала они уже красиво окрашены расцветка ровненькая никаких подпорчиваний ничего нет так что я надеюсь успешное восстановление этой колотейки crimson колотейка helen kennedy тоже из последних кто ко мне приходил у нее вот видны сильно пятнышки от протравки фитовермом тоже сразу ее обработала и она растет вообще молниеносно но у нее была хорошая корневая система но с каждым днем вот эти белые корешки это уже то что наросло у меня дома они все увеличиваются увеличиваются в размерах я вижу что ей очень нравится вот такой воздушный рыхлый субстрат тут кусочки серамииса агроперлита ну и всякие всякие разрыхлителя ну а листики невообразимо красивая конечно у нее с возрастом будут иметь голубоватый оттенок вот старые листья они пока темно-зеленые но подрастет чуть она окрепнет и они будут прямо с голубоватым оттенком очень красивый сортик колотейка розе выдала тоже новый молодой листочек уже больше салатового на листике уже похоже на сорт насть которая она должна быть так как пришла совершенно манюнкой но хотя вот там аж несколько деленочек вот сколько 4 деленочки внутри этого маленького горшочка это неплохие результаты для такого маленького растения очень быстро растет вот за что я люблю колотей за то что они быстро растут например у орхидеи там за год два новых листа вылезет а у этих но я не знаю 20 наверное новых листьев за год следующая красавица это колотейка сорта марион уже идентифицировали сорт уже по всем там интернет всяким пространством я полазила поизучала внимательно все-таки это сорт марион очень похож он с медальоном но у медальона нет вот такой широкой светлой каймы уже мы с вами сравнивали в одном из моих роликов эти колотейки крупненькая достаточно крупный кустик листики тоже крупненькие ну по мне шикарный сорт тоже нравится мне заливка листа эти все переходы от салатового к темно-зеленому к светло-салатовому потрясающе смотрится круглый листик тоже очень интересен и давайте посмотрим изнаночку листа изнанка вот такого цвета у этой колотейки тоже симпатично красиво побиты листики еще с магазина еще к сожалению но ничего в общей своей массе достаточно привлекательно выглядит это колотея следующая колотейка это сильвия ну у сильвия больше было всяких механических повреждений во время транспортировочки они к сожалению по подсыхали она похожа с розе но у нее более вытянутый листочек у розе кругленький а у этой такой овальный листик и она покрупнее растет чем колотейка розе розе такой достаточно компактный маленький сортик а это ну будет крупным красивым растением пока тоже подсушивает листочки вот один листик подсох молодого пока прироста не вижу поливала с препаратом hb101 ну чтобы простимулировать рост растения это колотейка сорта дотти вот такие у нее практически черные темные листья с небольшим розовым кантом изящным аккуратным по центру листочка пришла она ко мне очень грязные друзья я мыла ей листики но все равно вот это вот пыль понаседала по оставалась на черном листе очень видна пыль поэтому стараюсь и частенько протирать листочки но очень быстро запыляются и еще вот рассыпанный субстратик он тоже еще по стволикам везде нацеплялся этот торф котором она посажена ничего страстного со временем будет чистая красивая красавица еще пару раз по вытираю и думаю все будет в порядке и колотейка сорта и люстрис у и люстрис все в порядке она вот раскручивает новый листочек новая трубочка очень хорошо адаптируется такой я могу сказать стабильный сорт стрессоустойчивый адаптируется достаточно легко но не как там другие капризные сорта поэтому ну в принципе для новичков такой сорт я думаю допустим в коллекции давайте посмотрим изнаночка листика ну как у большинства колоты вот такого бордового оттенка вот такие штрихи идут по листу светлый кантик еще я мечтаю о колотейке сорта кора но пока видела ее только очень дорогой у кора похоже на и люстрис но там прям светлая светлая заливка в середине листочка ну пока моя хотелка а это моя колотейка лансифолия она буквально только неделю как после пересадки пересадила я ее в чистый торт с добавлением агро перлита вот такой субстратик использовала абсолютно не добавляла грунта ну как видите ей нравится ничего нигде не стрессует давайте посмотрим на изнаночку листа изнаночка такая темно-фиолетовая ну так как это уже абсолютно домашнее растение все листья у него домашние не магазины то видно насколько она красивая без всяких механических повреждений в домашнем уходе при должном хорошем уходе у вас будут все колотей вот такие красивые с красивыми изящными листочками листик рифленый необычной формы обычная колотей заводят самой первой в коллекции вот и у меня она тоже она и колотей шафранная появились вдвоем одновременно мне понравился ее лист вот просто покорил мое сердце невероятной красоты листья ну пожалуй на этом сегодня я завершу свой ролик